Мама, может, ты редко делаешь какие-то ленды, как ты будешь делать? Ах, нет, сейчас я не понимаю. По-любому чуть-чуть. Мама, а зачем ты это делаешь? Ты что строишь? Коспектус классный. Мне вот это не хватает. Не, лучше ты это рвать сразу, чем готов, ты и любишь это. Так, наоборот, я вот это сорвал, еще вот это сорвал. Так ты не раскачивайся, ты делай постойки его. Замри, сделай со стойки, а ты все раскачивай. Хочешь раскачивать, сделай с ловой на три. Ногу таки, не хай, не хай, не хай, не хай. О, завтра в пятницу. Попробуй, помнишь? Да. Попробуй, сделай. Ну, по неделе помещаешь. А, Мак, натое выходит, попробуй. А? Ты что? А как? Куда у кого? Мак, ты на себе? А ты тут раскачиваешь? 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 Да, дерьмай. Раскачиваешь? Да. Почти. Раскачиваешь? Попробуй другое... Ага. Можно, а не такое. До свидания. Не такое... Попробуй, не ты дал. Попробуй, сейчас сделай. Подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. 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 Продолжение следует... 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 там турник даже выше а постилка но они нормальные? там прям нормальный матр, мягко, но сейчас что-то начали подворовывать бомжи воруют? они воруют пружинные погодите, погодите, вы знаете сколько раз я видел по городу типы вот так вот маты и бегом, они даже укросы мы видели как друг у друга люди воруют по одной площадке у нас что было то? про бомжей я знаю про пружинки пружины вырезают потом мы около турников находим этот мешок и поролом рядом прижим значит подружитесь с бомжами ну а что скажите им парни нафиг вы нам портите да такой у нас прям момент будет что-то после школы на 17 минуте времени с вами решили пойти иду в билет наших турников и там короче прям при нас мужик прям новый матрас белоснежный просто на мусорку унесел мы побежали за ним ну и нормально, вы их притащили по турнике? да, притащили а вы их куда-то спрятали? нет, мы просто оставляем там вот как раз их и хулиганы испортят ну ты спусти с ним Диман Никит, угости братишку Никитос Никитос, погоди, погоди Никит, давай козырный ход такой Артема и Димана угости а они с тобой рассчитаются потом если захотят или ты может быть угостишь их подарок им сделаешь или может если не захочешь может скажешь, что вы меня уговариваете? а молочные там молочные вкусные? кофе, я попробую я хочу молочные я не знаю вы втроем пойдете или Диман ты два стакана ты Артема будешь угощать Никит? да но если тогда Диман ты один спустишься принесешь сюда только дай мне телефон пожалуйста сейчас загляну если он тебе не нужен уже ты же не будешь снимать сальто у молочного шоколада нет, я могу изнять как Никита покупает молочный шоколад это точно наберешь он уже научился он уже научился вот если бы ты раньше снял бы когда он нет, это как это ты из деревни Никита приехал научился этот автоматом пользоваться деревня из Никиты еще не уехала Никита из деревни приехал еще не уехала деревня еще не уехала деревня щас 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 Никитос заживляй и выздоравливай быстрее хорошо до свидания все Никит ты в субботу придешь Дим спроси у него что с Артем с учебой точно нормально все? да а у парней? ну есть что поправить? как они сами говорят есть что исправить? или все их устраивает всех? устраивает ну ясно а родители устраивает? не знаешь? наших родителей не всегда устраивает наше поведение и там наша успеваемость что на боксах у тебя там интересного происходит? да я не хожу больше да почему? все тело болит я не могу замечать и гимнастику и бокс а на бокс тогда почему пошел? интересно было попробовать? да не может еще походил если бы не занимался а что там? ну сделай преимущество например вот полностью на бокс пока уличное оставь занятие зальное оставь больше на бокс сделай ну я не хочу я хочу это дальше так ладно понял а что в боксе там вот особо такого интересного? за это сколько? месяца два там полгода ты ходил? что особого такого крутого какого-нибудь там? ну когда не нового для тебя например что? в полиге конечно самое интересное драки? да а что со мной не хочешь драться? не знаю ну сейчас ты теперь все ты сможешь? осилишь? ну да ну молодец в субботу подеремся? не знаю ну а каких-нибудь может быть там какие-нибудь интересные разминки физуха на боксе какие-нибудь такие всякие приколюшки все затотипное ну одинаково в основном да три тренировки три одинаковых тренировки ну только вот в понедельник отработки разные ударов? да передвижения удары да? не передвижения мы не учили по дорогам удары ну и передвижения тоже учили а стратегию боеведения схватки вам объясняют? да например как там влиять на контратаки атаки там всякие защиты не это не объясняли объясняли то что если попали не надо лететь и злиться потому что если лететь и злиться то потом сам получишь ну да но опять иногда можно врага или оппонента соперника сломить штурмом ну да надо грамотно это делать согласен но когда попадают очень тяжело соображать ну снимать да до свидания очень трудно потому что что вот это вот это в голове вот это там у тебя там христалли так чтобы это ну да ноги может подкашивали с такого типа нокаут не нокаут там ощущалось ли? головокружилась а вот там в процессе схватки было такое чтобы подрубали пропускал нормальный удар еще не пропускал? пропускал не падал не вырубали а вообще в жизни раз не вырубали? нет я не раз не дрался в жизни ну я я конечно не хотел бы вернее нет можно сделать так чтобы ты почувствуешь на себе каково это ну это очень интересные кстати ощущения прям в сон прям в сон в сон прикинь прям отключай вот правда меня после таких снов всегда пытались забить добить до смерти но это слава богу не получалось а так меня на соревнованиях тоже никогда не вырубали ни разу не было хотя жестко накидывали жестко я там ну по ощущениям были прям это чуть ли не ползал а когда с борьбой соединенные было то там практически доползал но слава богу всегда обходилось выиграл проигрывал неважно для меня это вообще без разницы потому что главное опыт вот я и хотел думал узнать может быть какого-то новый опыт получил какие-то там финч и флющики интересные блять что там парняки сильные ну вообще занимаюсь секции нормально нет а возраст допустим кто вот возраста взрослого сильные ну да довольно сильные для своего уровня ну и есть и слабые есть и сильные а технически какие-нибудь там такие вот крутые увидели что прям крутость такая прям круто кто-то могёт могёт так я понял нормально в общем да не пойдёт для улицы нормалёк ну смотря для какой для улицы смотря для как на улице тоже крутые бойцухи есть мне много раз рассказывали разные рукопашники каратисты там на то время ещё и ммэ не было как таковое сформировано но уже смешанными ребятами с медидамостом бились встречали на улицах просто таких бойцух вот прирождённые никогда люди не в зал ну их не пускали в зал из дисциплины и из-за прочего и вот всегда уличные всегда побеждали спортсменов всегда потому что на улице он знал прекрасно что ну если отступать только убегать допустим или как-нибудь малибрировать а надо всегда это опять это некий подход штурма потому что слабости я тоже за это меня просто дед так научил нельзя вообще слабость показывать или отступление или там страя в глазах и вот улица она больше брала духом и разными хитрыми ударами например всякими интересными сжатиями кулаков пальцами там уколов там там ребром ладони на боксе ж так и ну не получится да и на многих рукопашник так и не получится нельзя не шутка что как 12 апреля праздновал ничего не праздновал там может братвой чаек попили куда-нибудь ходили нет о димарик молодец дима а ты почему к Артему на бокс не ходил на тренировки он тебя не брал с собой это дороговато уже ну а что там нету бесплатного поробного какого серьезно сходить надо сказать не хочу на бокс сказать кто ваш учитель я вызываю учителя на бой моё кунфу сильнее вашего бокса или моё тхэквондо сильнее вашего бокса приятного чай ой что там напитка как он с шоколада пить и сахар не надо вообще надо на ноль убирать сахар самое лучшее чё там новости какие-нибудь новости шмовости кино игры там какие-нибудь приколюшки что-нибудь события но это конечно очень это блять это так стремно подвернуть ногу вообще это вот если бы например ну я бы помоложе был бы если бы мне сказали что Егор как гимнаст там воркаутер ногу стомал подвернувшись ногу играл в волейбол я бы его обхохотал бы сказал ебать ты чё блять вообще ногу подвернул поэтому вопрос как его до турника допускать понимаешь когда человек может споткнуться и хлюкнуться так что там треснет чё-нибудь вот в чём дичь опять неумение приземляться прыгать и всякое ну а вы ходили в гости к нему проведывали что-нибудь нет Диман ну твой сосед же Егор да позавчера он позавчера сломал ногу ты дома не бываешь Диман он же вроде сосед твой да в одном еще в одном подъезде живет да я думаю ему сейчас не до меня да хорош ты чё и зря ты так это всегда в гости приискать там яблоко приискать Егорыч на у тебя от братвы яблоко апельсин какой-нибудь банан скажи чё не банан зачем ты же не примат зачем тебе банан не ну это банан полезно это да хорош что банан самая вредная из овощей из фруктов которые есть если я вам на будущее как бы опять по братски парни если есть вариант между яблоком простым и бананом банан выкиньте блять отдайте приматам во первых он я щас объясню во первых это иноземное производство во вторых для долгого хранения их химозой просто их ушатывают химозой и самое главное третье это оно зашлаковывает вот это мешанина банановая она зашлаковывает кишки очень жестко вот именно вот это вот это и вред яблочки лимончик полезно каких-нибудь орешков там какие сухофрукты вот это намного интереснее и знаете для здоровья что хорошо вы живете вот то что прорастает в окружности 100 километров вот это значит мы пригодны для этой еды все заморское это все ну не то если бы это было хотя бы на наших глазах выросли например привозь там авокадо финики шминики оно все облито химией оно все пропитано ну там же из-за жиров авокадо из-за из-за вот этого растительных жиров его в салат хорошо оливье ну и нормально а под шубой не знаешь салат а чё селедочка ска-свекла офигенный салат офигенный салат у меня просто проблема я рыбу не люблю да я тоже люблю рыбу но ем салат ну рыба она полезная жареную рыбу люблю вот когда на остров ездили рыба полезная мы вот с Волгой только рыбу наловили и на костре вот такая вкуснятина получается она крутит это прям крути шашлыка тем более когда на огоньке это да сделано да а вот это ну то что покупается в духовке вареная вареная ты можешь купить сырую рыбку простую и сделать самому уху или прочее может даже морскую в зависимости от бабки есть деньги не но жареное мне больше нравится ну вот жареное оно вреднее для тела для здоровья намного вреднее поджелудочная железа очень болеет от жареного есть такое заболевание гастрит называется людям или язвы желудка людям вообще нельзя жареное есть и острое и перченое вообще потому что разъедает у артема сайкулин на этот а где артем кстати сайкулин что он там всех победил в киберпанке или где он там в матрице всех выиграл у него непонятный киберпанк нет он себе друга нового нашел какого Захар Садидович а кто это Захар как Захар Садидович вообще полное имя это Зухаир Аль-Тахер аль-Тахер он араб иранец иранец он же учится в вашей школе не учит он учит он учитель в вашей школе иранец в смысле хорош вы что серьезно а учитель по какому предмету по английскому иранец у вас преподает и он с Артёмом гуляет ну они общаются с ним Артём английский язык изучает? нет просто они гуляли с ним и ходят к нему каждую перемену я тоже так иногда когда с ними ходил они какой тогда ты всегда с ними ходишь? не всегда а иранец молодой? ну лет двадцать может быть ну молодой парень ему меньше пиздюк еще ему лет двадцать третий не знаю нет больше ну этот я это так то в этом ничего плохого нет общения но вы аккуратнее чтобы там иранец не рассказал Артему о прелестях иранской жизни нет он очень добрый я же не говорю что он злой иранец какой нибудь ну просто чтобы это ну чтобы потом братан Артёмка не попутавшийся какой нибудь нет не попутавшийся он в паранже в паранже там нигде не увидели его нет он всех боится что боятся то всех? пусть Артему на бокс придет я там как его учитель не знаю как его Лариса Лариса? да а почему ты сказал не знаешь как его ее я перепутал я помню мужик Лариса я перепутал я хотел сказать то что рядом с его кабинетом есть учительница я не знаю как рядом с его кабинетом есть учительница она прибитая рядом с его кабинетом есть еще один кабинет и там учительница так я не помню Какой язык? Ой, какой предмет? Лариса Валентиновна. Захар Зидович чуть окно не закроет, она сразу его ругает, он молчит. Когда она ругает, он молчит? Он, может, по-русски не понимает? Он знает только по-английски. По-ирански. Только у него акцент английский. Английский акцент? А почему не иранский? А вы его просили, например, на каком-нибудь из видов восточных языков говорить? Может, он умеет? Не мой учитель, у меня другая учитель. На арабском, может, он разговаривает. Диман, ты спроси, скажи, ну, как тебя зовут, Захар Саидович? Зухаир, Альтахер. Альтахер, Зухаир, Альтаир. Скажи, Альтаир. По-арабски могёшь? Скажешь, могёшь? По-ирански. Нет, так все люди хорошие, реально. Нет, нет, несколько языков. Да классно, просто, Диман, куда их применять, эти языки? Вот я и говорю, французский это самый бесполезный, мне он не нравится. Он мало того, чтобы мне продать этот французский язык. Только еще он мне и не нужен. А зачем ты его выбрал? Я его не выбирал, а до нас выбрали. Кто? Программа школьная. Да нет, нет, нет. Ты мог бы сразу сказать, я хочу английский. Да хорош, парни, вы чё. А, ты два языка учишь, что ли? Вы два языка учите, английский и французский? Да, да, вот первый год французский учим. Ну ничего, тут дотерпеть-то осталось два месяца. Только один старт вести. Лямо, лямо, пасит гуа. Да? Ля Франц, Ля Франц, Ля Пари. Я его не учу. Ля Пари. Оль, Дон, Твань. Хуань. Хуань. У меня хоть учить русский. Китайский надо учить. Я тоже тебе сделал документы в этом. Чинайский надо учить. Ну вообще можно учить тот язык, который тебя должен. Вообще русский надо знать хорошо. Вот это будет хорошо. Да русский это вообще дверки языков. Ну это для нас. Но есть только нюансы в русском языке. Очень много интересных вещей. Ну кстати, из французского, если по-очему, много русских слов. Из французского? Да. Ну это везде, да, заимственные слова. В французском тоже есть туалет. Я не знаю, как он правильно читается, но он у нас тоже как туалет. Ну туалет, туалет, туалет. Да. Это и есть, да. А раньше называли туалет, это уход за собой. Это не комната. Не комната, да, а именно уход за собой. Был туалетный столик. Люди садились, там женщины в основном, они там ресницы красили, причесывались. А в другом смысле туалет, это называлось уборное. По-русски называлось отхожее место. По-морскому гальюн. По-голландски гальюн. Ну голландский тоже такого языка нет, он французский язык. Гальюн. Тубзик. Тубзик. Тубзик на иранском, да, скажите? Захура. Тубзик, тубзик. Тубзик знаешь, что значит? Тубзик. 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 Сейчас вам парня кое-что покажу. это про то что ну воркаут все дела про то что что было в советском союзе в общем дядька был один чукарин виктор иванович чукарин чукарин был в свое время ну родился давно двадцатых годах наверно прошлые три тысячи двадцатые года